Вот мы приехали в Брюссель. Идем сейчас к центру города. Тут жесткий контраст классической современной архитектуры. Вот мы практически в центре Брюсселя. Тут вот такая вот застройка и какой-то собор. А точнее даже не собор, а церковь Святой Екатерины, построенная на месте часовни 17 века, которая когда-то была частью городской крепостной стены. В стиле романский и греческий ренессанс переплетаются между собой в навсегда удачно выбранных пропорциях. Главный алтарь украшен картиной, изображающей усиление Святой Екатерины. Оп-оп-оп. Обходим соборчик, короче. Со всех сторон, чтобы посмотреть на него со всех ракурсов. Но тут видно то, что с реконструкцией вообще беда. Все вычернено, облито. Чем-то непонятно. А вот, по всей видимости, тот фасад отреставрирован. Давайте сейчас посмотрим на него. Да, вот другой фасад. Уже отреставрированный, по всей видимости. И выглядит он гораздо уже приятнее, нежели тот... Те вычерненные фасады. Вот. Тут такая площадь, кафе рядом. Ну и, в общем, типичная бельгийская застройка. Идем по улице, короче, в Брюсселе. И тут такая штука из окна. Очень весело. По всей видимости, ведутся строительные работы. И вот таким образом экономится время и сила рабочих при транспортировке мусора. Ну, это очень, кстати, интересная тема. Такого у нас в России я не встречал. Не знаю, как вы. Если встречали, пишите ее в комментариях. Такие флажки, скульптуры. Немного поснимаю для вас, пока иду по улице. Конечно, тут все заставлено машинами, но мы уже практически пришли к центру. И скоро, я думаю, будет очень много крутых видов и классных, как классических, так и современных зданий. Хотя, я думаю, то, что больше будет классических. Пойдем. Пойдем. Вот, вышли мы на очередную площадь и встретили здесь здание биржи. Брюссельская фондовая биржа была основана Наполеоном в 1801 году. 27 сентября 2000 года Брюссельская биржа слилась с Парижской биржей и Амстердамской фондовой биржей, образовав Евронекст, первую паневропейскую биржу. После слияния была переименована в Евронекст Брюсселс. Самым известным индексом Брюссельской фондовой биржи является Белл-20. Эксчейндж. Сток эксчейндж. Сток эксчейндж. Вот так вот. Идем дальше. В целом архитектура напоминает здесь что? Францию, да? Французский стен. Вот это дома. Где лежат. Вот это готическая архитектура. Всякие соборы. Да. Сейчас мы идем к вон-то вон башеньке и посмотрим. Да. Бомжи. 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 Прожественный lust пego. Зах τηanner топоры. Улицы, простые топоры. Улюитеты. Вот это конечно... Дельгород доп accounted чуть-чуть просто, including размах на работу. Велосипедисты, да я prescribe . Напоминаю что такое, что ночей zouшим. Да. У велосипедистов, кстати, в Амстердаме приоритет, поэтому если у вас еще будут, то и прав будет велосипедист. Вот такая история. Очень богатый фасад, конечно, очень насыщенный Вот здание биржи с другой стороны Здесь куча туристов, вообще невероятное количество Не влазит даже в ракурс Но фасад очень мощный Давай Итак, дорогие друзья, мы вышли на Grand Palace Square И тут просто невероятная красота Конечно, все это на камеру не так круто выглядит, как хотелось бы В реальности все гораздо мощнее Выглядит Ведет, кстати, к этой площади такие небольшие улочки И когда ты с нее сворачиваешь на эту площадь, то просто офигеваешь от вот этого вот вида Grand Place, это историческая площадь в центре Брюсселя Один из важнейших туристических объектов города Здесь расположены две важнейшие достопримечательности Это ратуша и хлебный дом Или дом короля Ансамбль рыночной площади Брюсселя Внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО Создание даже не влезает Создание даже не влезает Создание большой, просто опыт сегодня влезает Ну да Смурфик Такие вот скульптуры попадаются Думаешь? Такой вот огромный горшочек и такое маленькое деревце в нем растет Такой вот вид А вот еще одна достопримечательность Брюсселя Кафедральный собор святых Михаила и Гудулы Ранее это была скромная церковь в романском стиле, носившая имя святого Михаила Однако собор получил новое имя после того, как в 11 веке сюда принесли мощь святой Гудулы Автором же окончательной версии фасада является Жан-Ван Рюсбрек Он же архитектор Брюссельской радуши Сегодня высота этого величественного сооружения практически в два раза превышает высоту Собора Парижской Богоматери Две стройные башни уходят от высоко облака Над главным входом красуется великолепный литраж с изображением Страшного Суда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА